Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня у нас видео очередное, уже, по-моему, четвертое или пятое со счета сбился с доктором Мариной Вячеславной Кузьминой. Значит, и сегодня речь, как мы обещали в прошлом видео, о спреи для носа и носоглотки, уникальном видео, кстати, прошлом, оставлю по ссылке под этим видео, захотите, посмотрите. Вот сегодня речь пойдет о косметической линейке, о двух уникальных продуктах, о каких сейчас Марина Вячеславовна сама, собственно, вам и расскажет. Не будем терять время. Здравствуйте, Юрий Андреевич! Очень рада вас видеть. Добрый день, ваши уважаемые подписчики! Да, мы в очередной раз с вами встречаемся, и я сегодня хочу вам рассказать именно о уникальной нашей линейке косметической, в которой представлено будет два продукта, и они абсолютно разные. Первый продукт – это крем, и второй продукт, крем называется Nutrition, и второй продукт – это гель. Почему именно два разных продукта? Потому что один продукт действует на верхние слои кожи, а второй продукт действует на более глубокие слои. И я вам сегодня в этом видео расскажу, чем они отличаются, почему крем, который мы покупаем, и надеемся, что он будет помогать нам при глубоких морщинах, результата этого не будет. Нет, абсолютно точно. Чем отличается крем от геля, почему гелевая структура помогает, и за счет чего помогает нам проникнуть до дермы, и решить проблемы именно там глубоких морщин, которые связаны с сниженным коллагеном и эластином. Я вам немножко расскажу вам о строении кожи, чтобы вы понимали, чтобы вас никто в следующий раз, когда будут предлагать какую-то другую продукцию, не смог вас обмануть и сказать, что да, вы должны приобрести крем, и он будет обладать чудодействием, эффектом. Нет, чтобы вас просто не было возможности одурачить, прошу прощения за вот это слово, чтобы вы просто в этом разбирались. Поэтому обязательно расскажу вам про эти два продукта. Вот, Марина Вячеславовна, очень неправильно, что вы поставили этот вопрос, но мне придется ставить свои несколько слов для того, чтобы люди некоторые, которые сейчас скажут, и вы тоже, лишь бы всем продать, так сказать, главное продать. Ну вот скажу я таким людям следующее. Нет, задача этого видео, ну понятно, что оно и рекламное в том числе, но ведь товар товару рознь. Мы же вам будем рассказывать то и так, чтобы именно вы поняли сами, если вы поймете, что наш продукт чем-то плохо, вы его тоже не купите. Просто он будет на разум. Не вот эта идиотская реклама по телевизору, где там с липопротеинами, с гликопротеинами и другие красивые названия, лишь бы у людей появилось такое, знаете, значит, кто не соображает, разумеется, что это такое, там, с протеинами, с активным кислородом, что только за 20 лет рекламы, 30, да, не было по телевизору, с чем только не придумывают очередные новые Крыма. Ну и просто это поражаешься, что люди на это ведутся, ну, например, если бы был бы Крем, действительно, проводил бы какой-то там активный кислород, то вы бы старели быстрее бы, гораздо кожа ваша. Так вот, и все в этом духе, лишь бы красивые слова, а люди, ой, да, надо взять по телевизору рекламу. Так вот, чтобы этой дури не было, чтобы вы понимали сами, а не верили на слово нам, еще кому-то, сегодня будет наш рассказ, вы это, если захотите, можете проверить на соответствии того, о чем мы будем говорить. И главное, это именно то, что вот как работают вот эти гели и Крыма, какие механизмы лежат в основе того, что запускается регенерация тканей и отдаляется, скажем, естественный процесс старения кожи, за счет чего, и почему действительно другие Крыма, многие, ну, большинство, не все, но большинство, и гели не работают, потому что эпидермис это такая штука, во многих своих старых видео я рассказывал, что через кожу вообще мало что в глубинные слои проходит, а если бы проходило, ну, мы бы с вами так просто не жили, скажем так, мы не в водной среде живем, как амфибии, да, у кого водопроницаемая кожа, у нас она водонепроницаемая, а в связи с этими не проницаются, то есть не проходят в глубинные слои многие-многие компоненты, кроме некоторых гормонов там и так далее. Ну, что же, Марина Вячеславовна, давайте теперь рассказывайте сначала вот в общем для ленивых людей, кто быстро хочет понять, скажет, о, все, достаточно, я понял, что это нужно, а потом уже для тех, кто вот хочет разобраться досконально. Ну, давайте я тогда начну, наверное, свой доклад с последней части, которую я спланировала. Это общие характеристики, наверное, даже не общие характеристики, а преимущества наших косметических средств и преимущества косметической линии Экоэлемент. Расскажу сразу, что мы не используем парабены, мы не используем химические отдушки, красители, консерванты. Из консервантов мы используем только коллоидное серебро, это природный консервант, поэтому таким образом мы избегаем аллергических реакций и, соответственно, неприятных всяких моментов появления на коже. То есть, вплоть, не буду озвучивать, но вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Наша косметика, она гипоаллергенна и не вызывает привыкания. Подходит для аппаратных методик, не знаю, может быть, у кого-то есть дома ультразвуковые, есть такие гаджеты маленькие, которые используют при домашних процедурах. Вот, лазеры, мезеролеры, это в косметических салонах тоже есть, но это более такие серьезные аппараты, а есть для домашних. Вот можно нашу косметику использовать тоже, сначала нанести ее, потом проработать именно аппаратами. Хочу сделать акцент, что наша косметика, всю, и крем, и гель, который буду рассказывать, его можно наносить вплоть до зоны роста ресниц, включая подвижные века. Это очень редко случай, который могут использовать, позволить себе косметические, фармацевтические компании, или это позиционируется отдельный крем под глаза, который наносится на споловую дугу, на орбитальную зону, но никто не позволяет себе нанести гель и крем именно на подвижные века глаз. Бояться аллергических реакций, бояться отеков, я считаю, что это достаточно серьезное наше заявление, которому мы можем гордиться. И еще преимущество этой косметики, хочу вам рассказать, что обладает трансдермальной глубокой доставкой, как предыдущий наш гель, который я рассказывала в видео про гель-бальзам для суставов. Это опять за счет хитозанов, который находится в биологически доступной низкомолекулярной форме, и именно вот это мы используем, потому что все активные ингредиенты, которые я сейчас буду вам рассказывать, они должны дойти до того места, которое нам необходимо, а это дерма, где у нас есть коллаген, где у нас эластин и, соответственно, клетки фибробласты, о которых я тоже расскажу. И знаете, тут сразу вот я последнее спрошу, и вы уже начнете свое пояснение про эти препараты, про эту продукцию. Значит, вопрос такой, а в общих чертах скажите, что получит человек, на что он вообще может рассчитывать, и для чего ему нужно, как бы и кому нужно использовать эти крема и гели? Во-первых, все девушки и молодые люди, они всегда хотят выглядеть молодо. Соответственно, если есть какие-то проблемы на коже, то их тоже хочется решать косметическими средствами. Но я сейчас вернусь к нашему докладу и буду рассказывать, что, к сожалению, крема и гели – это не панацея, если мы хотим решить какие-то проблемы, связанные с кожными покровами. Мы вернемся к этому. Ну а что у нас стоит перед экономной задачей? Соответственно, это увлажнение кожи, это лифтинг-эффект и уменьшение количества морщин, которые у нас появляются с возрастом. И еще тут очень важный акцент сделать. Вот у меня вопрос, но это я просто логически понимаю, хотя я еще не изучил глубоко свойства и состав у вас, поэтому спрашиваю. Но по логике так, что если с молодого возраста или пока еще нет морщин глубоких, ну вот возраст какой-то, у кого проявляются они раньше, у кого-то позже, но вот пока еще нет, и человек начнет, например, женщина применять этот гель и крем на регулярной основе постоянно, то в любом случае, при равных прочих, у нее морщины будут образовываться гораздо позже, чем если бы она не пользовалась этим кремом? Конечно, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. А как вы полагаете, можно ли тут сказать, насколько, ну скажем, лет человек, ну при правильных стечениях применения и других факторах, ну плюс-минус, человек может отсрочить, скажем, появление таких морщин, если начнет, ну лет с 30 или с 40, скажем? Лет на 10 абсолютно точно можно процессы внешнего старения, можно избежать. И знаете что, тогда я для зрителей одно последнее, наверное, скажу. Очень важную информацию, вообще это такая некая даже компиляция. Вот если кому-то важны внешние характеристики, то есть чтобы вы выглядели моложе внешне, и плюс ко всему внутренне, потому что все это связано, конечно же, да? Так вот, я скажу такую вещь. Замедляет процесс старения, конечно, наличие, выработка организма самим, естественным путем гормона роста. Гормон роста это гормон молодости. Я подсказку сейчас дам. Пять факторов, которые позволят вырабатываться гормону росту даже после 25 лет и далее, в больших количествах, чем при равных прочих вырабатывался бы он вообще. Итак, первое. Надо запустить процесс аутофагии, то есть самоочищение на клеточном уровне. За это один японский ученый не так давно Нобелевскую премию получил. Есть мое видео аутофагии. Раз. Второе. Физическая активность, серьезная физическая активность запускает процесс синтеза гормона роста. Третье. Аминокислота аргинин. Повышенное содержание аминокислоты аргинин в питании, там, да, запускает процесс выработки гормона роста естественным путем. Четвертое. Интервальное голодание. Не есть после 16.00. В крайнем случае 17.00. Главное, чтобы 18 часов проходило до утра следующего дня без приема пищи абсолютно. Тогда запускается процесс аутофагии. И пятое, последнее. Прекратить потреблять все сладкое. В идеале надо стремиться к тому, чтобы не было более 25 грамм чистого сахара, получаемого из всех продуктов, съедаемых человеком за сутки. Из всех. Я говорю не о синтетических, только о сахарах. Об этом и речи быть не может, там, сахар-рафенат. А вообще глюкозе, фруктозе, сахарозе даже натурально из винограда, граната, там, персиков и так далее. Это кому-то не понравится, но это абсолютная истина. И скоро у меня выйдет три минимум видео на канале, где я буду показывать людей, которым 80-90 лет. Женщин в основном, ну мы и говорим, внешне важнее это женщинам, да, там морщины и вообще-то молодость кожи. В большей степени, понятное дело, что тут говорить. Так вот, которые выглядят минимум на 30 лет, а иногда на 40 моложе. У всех у них 4, как минимум из этих 5 факторов, которые я сказал, есть и работают. По-другому не бывает. Ну, я не буду сейчас вдаваться в идиотские примеры. Типа, понятно, есть там вот болезнь прогиреи, когда быстрое старение идет, да, и когда там ребенку, ну, по сути, 8 лет, а он как старик 80-летний выглядит. А есть обратный процесс, тоже уникальное, будем считать, генетическое нарушение, но только полезное для человека. Это тоже 10 человек на планете есть, но давайте не будем про такие примеры. И вот если вы хотите не себя обманывать, а истину понять, то я в своих лекциях вот это все говорю. Значит, ссылки на то, что я сейчас сказал, тоже будут в описании, у меня про все это есть видео. И тогда, если вы, конечно, это захотите понять, поймете, и еще третий момент будете выполнять, то есть, ну, по крайней мере, лень человека самый главный стопор, да, тогда вы добьетесь 100% этих результатов, извиняюсь за такой длинный, но я надеюсь, очень важное отступление от темы. Кстати, знаете, просто для интереса, товарищи зрители, напишите мне прямо под видео. Не зря, что я вот потратил вот эти несколько минут и вот эту вставку такую сделал, напишите, ладно? Все. Теперь, Мария Вячеславовна, не перебивая вас, начинайте свой интересный рассказ о двух этих препаратах. Юрий Андреевич, давайте продолжим, и, значит, я хочу все-таки вернуться, прежде чем мы перейдем к косметическим средствам, я хочу напомнить о том, что именно желудочно-кишечные тракты – это зеркало нашей кожи. И что появление пигментных пятен, красных точек, похожих на родинки, это говорит об антоксикационной нагрузке на печень. Аллергические высыпания, папилломы, гнойнички, прыщи в виде акна – это все в первую очередь проблемы уже с микробиотой кишечника. И никакие крема, мази, гелия, они не помогут коже выглядеть красивой и молодой, даже если вы принимаете, например, микроэлементы, витамины, белки, жиры. Если в кишечнике есть проблемы, то они не будут просто усваиваться. И, соответственно, процессы формирования, которые у нас стоят перед нами коллагена и эластина, они будут нарушены. И никогда не будет хорошего тургора, эластичности, увлажненной кожи. Да, совершенно верно, абсолютно согласен. У меня видео старые были вот о пищеварительной системе, где я четко про это и говорил. Более того, у меня есть очень ценное видео, людям тоже подскажу, старое, поэтому многие новые зрители его не видели. А вот кожа и грибки, ну, скажем так, поражение на коже, экземы, там, различные псориазы, дерматиты, все, что связано с кожей, это проблема с грибками, ну, вот с такими проявлениями, и с именно проблемами изначально с кишечником. Кстати, сразу скажу, что вот этот гель сорбента, о котором у нас было видео и разработка также вот лаборатории данные новосибирских, ученых Новосибирского академгородка, тоже поможет отчасти решить эту проблему. Разумеется, надо менять питание, это все в моих лекциях есть, а вот эти все не только вот эти красные, это гемангиомы называются, плюс там это на коже кератомы различные часто у кого-то, да. Это все, да, это вот эти проблемы в том числе, печень в первую очередь однозначно, и здесь есть мои лекции на тему печени, как очищать, как регенерировать клетки печени, так сказать, есть и грибные препараты, например, трутовик листничный, травы, например, расторопши, да, семена, великолепнейшее гепатопротекторное средство. Это все у меня тоже в видео есть, ссылки оставлю, уже информации много, перегружать тут не будем, но главное понять людям действительно, что проблемы с кожей начинаются, от проблем с кишечника, далее с главным фильтром и железой нашего организма, печенью, ну и дальше уже грибковые проблемы и так далее. Да, Юрий Андреевич, полностью с вами согласна, значит, немножко вернусь к нашему энтеросорбенту, к элементу, он тоже является хорошим геотопротектором, вот очищает клетки печени, меняет реологические свойства желчи и помогает восстановить микробиоту кишечника. Но, что, почему, все-таки он опять, вот, я возвращаемся, потому что у нас тема сегодня про кожу, и сегодня мы поговорим о торгаре, который нам определяет коллаген, эластин и гиалуроновая кислота. И возвращаемся к сорбенту, почему, потому что в его составе, как я говорила раньше, есть низкомолекулярная фракция хитозана, которая под воздействием ферментов желудочно-кишечного тракта распадается до глюкозамина, а это главный компонент синтеза гликозамина гликанов, который и содержится в коллагене, эластине, и он активирует процессы формирования нового собственного коллагена и эластина. Вот, я считаю, что, конечно, его вот это свойство, оно говорит о том, что его можно применять именно для поддержания тургора. Ну, а теперь мы возвращаемся к косметическим средствам, именно для лица и шеи, и это для того, чтобы улучшить результаты от сорбента уже локально и, соответственно, решать проблемы антиэйдж-программы, которые у нас располагаются именно на лице и шее. Итак, хочу вам предоставить к вниманию два средства. Это Экоэлемент Дэй, это называется Дэй-гель дневной, и Экоэлемент Нутришн Крем. Но прежде чем я буду подробно рассказывать об этих средствах и об отличиях их механизмов действия, я хочу напомнить немножко вам о строении кожных покровов. И это нам поможет понять, как и где образуются морщинки, от чего зависит цвет лица, как образуются пигментные пятна, и почему появляется сухость, и что такое вообще тургор. Итак, кожа у нас состоит из двух слоев. Это эпидермис, он защищает от внешних факторов, это самый верхний слой кожи, препятствует обезвоживанию, и состоит он из базального слоя, который постоянно делится, и нескольких рядов неживых клеток. Важными клетками эпидермиса являются кератоциты и меланоциты. Они участвуют в выработке кератина и меланина. Кератин придает коже плотность, и он способен защищать ее от агрессии внешней среды, то есть от ультрафиолетовых излучений, от свободных радикалов, которые образуются из-за этого. И с возрастом, под воздействием фактором внешней среды, от приема лекарственных препаратов, нарушается процесс образования этих керацитов, и кожа становится сухой, тонкой, шелушится, и дает как раз неприятные ощущения стянутости, и может даже трескаться. А вот меланоциты, вторые клетки, которые это пигментные клетки, их функция производить темный пигмент. Именно они отвечают у нас за цвет кожи, за загар, за пигментные пятна, и меланин это защита, опять же, от вредного воздействия от ультрафиолетового излучения. И в эпидермисе я хочу сделать акцент, что нет кровеносных сосудов, и питание осуществляется только за счет диффузии от внутренних слоев кожи, именно через базальный слой эпидермиса. Он является самый нижний, и именно он обеспечивает регулярное обновление эпидермиса. И может быть для вас, у многих это будет интересная информация, что наша кожа, она регенерирует и меняется в течение жизни достаточно часто. Если взять, например, промежуток времени 20 лет, то скорость регенерации составляет 28 дней. Между 25 и 35 годами примерно 30 дней. Между 35 и 45 годами до 35 дней. Между 45 и 55 до 40 дней. И после 60, ну, к сожалению, процессы замедляются до 2-3 месяцев, потому что кожа теряет постепенно влагу, эластичность, и появляются морщины. Возрастные изменения начинают появляться из-за снижения скорости деления клеток именно базального слоя. И это приводит к уменьшению толщины. Это происходит за счет снижения поступления питательных веществ в слой роговой. Роговой слой начинает увеличиваться. И чем это проявляется? Проявляется это сухостью, образованием мелких морщин. Вот именно на этот слой кожи, самый поверхностный эпидермис, мы будем воздействовать кремом Nutrition. Нам необходимо здесь питание, увлажнение, и мы достигнем этого вот именно за счет этого крема. Крем Nutrition, он интенсивно питающий и увлажняющий, с богатой, насыщенной текстурой для сухой, чувствительной и нормальной кожи. Он не подойдет девушкам, у которых жирная кожа. Это именно крем для тех типов кожи, которые я перечислила, еще склонный к шелушению. И в состав, я вам просто зачитаю состав, для того, чтобы вы понимали, что мы не используем никакие химические ингредиенты, что все составы, которые входят, он исключительно натуральный. Значит, лецитин, три глицериды, дистиллированная вода, гиалуроновая кислота, сквален, ретинол, стериновая кислота, масло семян, черной смородины, лимонная кислота, масло виноградных косточек, бензонат натрия. Вот все то, что вот входит, вы сами видите, что состав очень натуральный. И я хочу, после перечисленных этих ингредиентов, я хочу сделать все-таки акцент, что есть за интересный такой актив в составе этого крема, который помогает нам решить достаточно серьезные проблемы, которые связаны с кожей. Это инновационный швейцарский актив с клинически подтвержденным действием. Называется он Neobermil. Это эквивалент коллагеновых и эластиновых филеров. Что такое филеры? Скажу, наверное, девушкам, многие ходят к косметологам, и когда идет в исполнение морщинок, то вводятся эти филеры, которые в своем составе содержат просто гиалуроновую кислоту, и в зависимости от плотности заполняются эти морщинки. Так вот, именно этот Neobermil, он по своему действию схож с этими инъекционными филерами, но при этом он активизирует процессы именно восстановления коллагена и эластина изнутри. И поэтому в своем составе он не содержит этого. Вот я сделаю акцент еще обязательно. Он именно активирует выработку собственного коллагена и эластина за счет вот этого состава. Сейчас я его назову, что входит в этот Neobermil, и каждый составляющий компонент расскажу, на что он действует и как он работает. Что содержится в именно этом Neobermil эквиваленте, и рассмотрим именно все составляющие компоненты. Почему он настолько волшебный, как вот я вам пытаюсь рассказать про него. Значит, первое в него состав входит метилглюкоза-6-фосфат, смесь аминокислот, пролин, лизин и медь. Значит, метилглюкоза-6-фосфат, не буду вас сильно задачивать этими сложными химическими формулами, просто скажу, что это новый источник биоэнергии. И для того, чтобы в клетке проходили процессы, для нее необходима энергия. И вот именно метилглюкоза-6-фосфат является именно этим источником энергии. Пролин – это аминокислота, я думаю, что вы знаете, входит в состав всех белков организма и необходима для выработки коллагена. Лизин – это тоже аминокислота, она также необходима для образования коллагена. И медь – это блокировка свободных радикалов, разрушающих коллаген, рано заживляющие действия очень хорошие, улучшает метаболизм ферментов, оказывающих как раз влияние на образование эластина. И теперь свойства именно этого крема. Значит, он восстанавливает водно-липидную мантию и разглаживает мелкие морщинки, помогает удерживать влагу в коже. То есть, еще раз хочу сделать акцент, что здесь верхний слой эпидермис – это только мелкие морщинки, как сеточки такие, предотвращает шелушение. Часто у девушек бывает такое, что просто вот шелушится кожа, обладает мощным антиоксидантным действием, выравнивает кожный рельеф за счет увлажнения и питания и осветляет и обладает смягчающим действием. То есть, этот крем, который действует именно на питание и увлажнение эпидермиса, для того, чтобы кожа выглядела у нас свежей. Но все проблемы более серьезные, которые связаны с образованием морщин, это у нас другой слой кожи, о нем я расскажу позже, и именно на него действует ген. Способ применения. Значит, крем очень экономичный в использовании. Нужно небольшое количество крема. Вы посмотрите, у каждого небольшое количество, оно разное. То есть, кому-то достаточно со спичечной головкой, кому-то, может быть, это с горошину. То есть, вы смотрите сами индивидуально как. Но здесь просто много его не нужно. Он очень по своему составу активный. И нанесите его предварительно на очищенную кожу, уши и лица. Наносить можно, как я и говорила, на подвижное веко. И использовать можно утром и вечером. Вечером за 2 часа до сна. На всякий случай я страхуюсь, чтобы не было у вас все-таки отеков под глазками. Также его рекомендую наносить утром, после применения геля, который я вам расскажу. Расскажу почему. Потому что у всех у нас возрастные изменения разные. Если вам 35-40, и у вас нет еще выраженных морщинок, то вам достаточно будет именно этого крема утром и вечером. Если у вас уже возраст немножко больше, и морщины более глубоко выражены, тогда мы будем наносить гель сначала, а после него будем наносить крем. Но об этом чуть-чуть позже. А вот сразу вопрос. Предположим, люди хотят выглядеть как можно дольше, с хорошей кожей оставаться. И можно ли тогда и этим людям, несмотря на то, что у них нет глубоких еще морщин, все-таки использовать и гель, и крем? Конечно, профилактически. Конечно. То есть мы всегда начинаем применять тогда, когда мы уже видим. И я просто об этом, да, конечно, скажу, но мало женщин и, в принципе, мужчин тоже, которые, к сожалению, у нас менталитет такой, занимаются профилактическими какими-то мероприятиями. Точно так же, как у нас с питанием. До тех пор, пока какой-то орган не начнет сильно сигнализировать, то, к сожалению, ну, к сожалению, у нас очень многие не приходят к тому, что нужно профилактически хотя бы один раз в полгода очищать организм, наладить свое питание. Поэтому я и хочу акцентировать нашим зрителям, ведь многие из зрителей поймут очень буквально и прямо. Поэтому я хочу сказать, что если у вас есть желание и возможность, если вы хотите лучше, чтобы было, вот так прямо примитивно скажу, то, конечно, лучше использовать и гель, и, соответственно, крем. Одновременно, ну, не одновременно, в течение дня. А вот как, сейчас мы как раз дальше и будем говорить, да? Да, давайте теперь вернемся ко второму слою кожи, который располагается ниже эпидермиса и называется дерма. И дерма представляет собой соединительную ткань, состоящую из коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. И я думаю, что у вас появится возможность, Юрий Андреевич, прокомментировать мои слова, слайдом, в котором будет изображено, я вам покажу немножко на ручках, что вот коллаген, он выглядит примерно вот такая вот сетка, решетка. Между этим коллагеном имеются эластиновые волокна, которые образуют тоже определенную свою решетку. И между этой решеткой есть матрикс, который заполнен гиалуроновой кислотой. В этом матриксе расположены клеточки фибробласты. И вот про них я обязательно вам сейчас расскажу, что же они делают. Именно синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, он проходит именно в этих клетках фибробластных. Поэтому следующий косметический гель, ДЕЙ, он будет активизировать процессы именно в этих клетках фибробластных. То есть мы не пытаемся в своем составе гели ввести коллаген. Вы очень часто можете увидеть в косметических средствах, что они пишут в составе коллаген. Но, к сожалению, вот этот коллаген, который есть, он не может проникнуть через эпидермис. А нам надо, чтобы доставка была именно в дерму, там, где есть коллаген. И вот именно этот гель, который ДЕЙ, он обладает такой способностью. Он несет на себе вот эти активы именно в клетки фибробласты для того, чтобы их просто пробудить. И я могу сказать, что эти клетки, можно назвать их как маленьким заводиком, который начинает активизировать и начинает активно вырабатывать свой коллаген, свой эластин и свою гиалуроновую кислоту. Вот это очень важно. И хочу рассказать, что, может быть, многие не знают, что, например, за что отвечают коллагеновые волокна. Вот коллагеновые волокна – это упругость и плотность кожи. Эластиновые волокна – это эластичность кожи, то есть ее растяжимость. А вот гиалуроновая кислота, которая как матрикс между вот этими волокнами находится, это объем и увлажнение кожи. Поэтому все вот эти вот три составляющие кожи, они очень важны для тургора. Основная причина снижения выработки гиалуроновой кислоты – это возраст. И с возрастом также уменьшается толщина дермы, снижается выработка коллагена, как я говорила, эластина, гиалуроновой кислоты. И вот именно это приводит к образованию глубоких морщин. А знаете ли вы о том, что одна молекула гиалуроновой кислоты способна притягивать до 500 молекул воды? Вот, наверное, эта информация будет интересна для вас. И с чем это связано? Значит, гиалуроновая кислота, если ее количество уменьшается, то, соответственно, она не может притянуть в воду. И если она не может притянуть в воду, о какой увлажненности кожи мы можем говорить. Поэтому нам очень важно процентное содержание именно гиалуроновой кислоты. И именно для этого второго слоя, как мы уже знаем, он называется дерма, мы предлагаем применить гель. Не крем, а гель, потому что, как я и говорила, что нам важно глубокое проникновение активов, и на это способен только гель. Давайте разберемся, что в его составе есть, как глубоко он может пройти, и как может повлиять на коллаген и эластин, и также гиалуроновую кислоту. Итак, в составе у нас дистиллированная вода и низкомолекулярный хитозан. Вот именно он, наш проводник. Он нам помогает осуществлять глубокую трансдермальную доставку. Гиалуроновая кислота также входит в состав. Она и высокомолекулярная, и низкомолекулярная. Почему две фракции кислоты? Значит, высокомолекулярная, она дает увлажнение верхнему слою кожи. То есть она не проходит в дерму, у нее достаточно большая молекулярная масса. А вот низкомолекулярная, она проникает в дерму, обеспечивая как раз увлажнение и объем тканей. В составе есть еще актив неодермил. Это комплекс, который мы с вами сейчас разобрали в креме Nutrition. Единственное, что хочу добавить, что здесь составляющие этого комплекса, они проникают в дерму клеткам фибробластом, которого только что я рассказывала, и, соответственно, активизируют процессы формирования собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Но, в отличие от крема, есть еще один швейцарский актив в составе. Он называется Ноугуал, и это ионацетиллюкозамин-6-фосфат. Он воздействует на выработку собственной гиалуроновой кислоты. Если первый актив работал именно на выработку коллагена и эластина, и несколько была задействована гиалуроновая кислота, то Ноугуал исключительно воздействует на выработку собственной гиалуроновой кислоты. Зачем нам это нужно? Он усиливает дермоэпидермальное сцепление, то есть он препятствует обвисанию кожи. Дальше входит экстракт моркови, это каротин, провитамин А, он борется со свободными радикалами, благодаря чему и замедляет процессы старения. Экстракт петрушки, тоже, кстати, очень интересный. Он питает, тонизирует, снимает отеки, отбеливает и содержит в своем составе комплекс витаминов, таких как В1, В2, ПП, кальций, магний, железо. Казалось бы, тут петрушка, а состав очень богатый и очень хорошие функции на себе петрушка несет. Ксантовая медь, она противовоспалительное свойство оказывает, образует пленочку, и эта пленочка, она защищает от испарения влаги с лица. И последнее, это коллоидное серебро, как я вам и говорила, мало того, что он обладает антимикробным действием, мы его используем именно как природный консервант, для того, чтобы избежать всяких аллергических реакций и неприятностей со стороны кожи. Теперь вернемся к способу применения геля Экоэлемент Дэй. Значит, нужно небольшое количество геля, в отличие от крема, он наносится на очищенную увлажненную кожу. Сразу важный вопрос, чем очистить лучше, очищать кожу? Кто-то, ну, понимаете, пользуется химическими средствами, кто-то спиртом, но спирт сушит, хотя, впрочем, если сразу нанести гель, то и проблемы нет, что спирт сушит. Например, это же можно вполне, да, этиловым спиртом? Вот и я так думаю, потому что это лучше, чем какая-то химия. Нет, можно, конечно, натуральными мылами, да, промыть, то есть, например, вот как вот у нас, скажем, есть диктярная, либо конопляная, более мягкие там, дамасская роза, ну, неважно, в общем, мылами натуральными промыть можно, правильно? Можно, но здесь у нас просто, почему называется Day, это дневной гель, это гель, который наносится утром, и если косметика была уже снята вечером, обычно так это девушки делают, то утром ты просыпаешься, и, соответственно, у тебя чистое лицо, тебе нужно только увлажнить, и увлажнить можно или самой простой термальной водой, посмотрите, в составе, чтобы не было ничего, кроме термальной воды, или если у вас есть хорошие фильтры, потому что я не очень рекомендую использовать воду из-под крана, вот, то можно водой обычно из-под крана, или можно бутылированная вода, которая у вас есть, то есть, та вода, которую вы применяете. Ну, а коли про воду, обычную, хорошую идет речь, то тогда можно водородной водой, кто в теме, кто мои лекции смотрел, это еще лучше, потому что понятно, что свободные электроны, есть вообще понятие переноса свободных электронов, они проходят сквозь ткани, поэтому, естественно, это будет еще и дополнительная антиоксидантная защита, поэтому вполне. Ну, еще раз говорю, допустим, жир какой-то или что-то чувствуете не то, спиртом спокойно ватным тампончиком протерли, водородной водой вот так вот промыли, лицо смыли, тряпочкой чистой, сухой полотенцем, да, убрали лишнюю влагу и наносите, соответственно, гель, правильно? Да, да. Почему нужна увлажненная кожа? Потому что, как я вам сказала, что там есть в составе гиалуроновая кислота, и за счет хитозана, то есть она связывает эту воду и начинает трансдермально ее доносить именно до этой матрицы, поэтому нам нужна просто вода, увлажненная кожа, что, в принципе, не стоит в креме, потому что крем у нас не проходит так глубоко, и поэтому его можно наносить, не можно, а нужно наносить не на увлажненную кожу. Значит, вы наносите по массажным движениям, опять же, так я сделаю, хочу сделать акцент, что на подвижное веко, вплоть до зоны роста ресниц, не боимся ничего, и потом вы делаете мягкими вот такими прижимающими движениями по лицу, чтобы он больше впитался быстрее. Если у вас, у кожи у нас у всех разные, значит, гель можно наносить на любые виды типа кожи, то есть это сухая, это может быть жирная, нормальный тип кожи, то есть он применим для абсолютно всех типов кожи. Но, значит, если есть все-таки склонность к сухой коже, то у вас появится ощущение немножко стянутости за счет мощного лифтинга, это лифтинг-эффект. Кому-то это нравится, посмотрите, как будут реагировать ваши поры, потому что он очень хорошо сужает поры. Если у вас возникнет это ощущение, и оно будет вам немного некомфортно, тогда вы берете термальную воду, значит, у вас просто гиалуроновая кислота утащила всю эту воду, вам нужно восполнение воды. Вы наносите еще раз, увлажняете термальной водой полностью ваше лицо, и потом, мягко нажимая на лицо пальчиками, вы ломаете вот эту пленочку, о которой я рассказывала, да, она защищает от факторов внешней среды. Но, если вам некомфортно, то есть она просто через несколько секунд, можно просто при нажатии исчезнуть, и, соответственно, комфортное ощущение для кожи останется. Если все-таки у вас сухая очень кожа, склонная к шелушению, то тогда вы после дневного геля наносите крем Nutrition. Ну, смотрите сами, потому что вот я говорю, что если достаточно будет геля дневного одного, то Nutrition можно не наносить и оставить его только на ночь. То есть, правильно ли я понял, что именно крем наносится один раз в день в любом случае, или его можно наносить два раза, может быть, три раза в день, есть ли в этом смысл? Нет, крем наносится утром и вечером Nutrition. То есть, можно и нужно наносить утром и вечером. Акцент только в том случае, я делаю, что если кожа, например, более молодая, увлажненная, то этот крем наносить утром не обязательно. То есть, достаточно будет только геля Day, а вечером обязательно Nutrition. Если кожа склонная к сухости, к шелушению, то тогда здесь наносится гель, через 10 минут наносится крем Nutrition, это утром, и вечером только крем Nutrition. А гель наносится один раз в день? Один раз в день утренний, и он так называется D, это утром, когда кожа должна проснуться, получить витамины, микроэлементы и, соответственно, начать активизировать, вырабатывать коллаген и эластин до утром. Скажите, просто нет смысла его наносить два раза, скажем, в день? Или есть? Нет. Достаточно мощные активы там есть, и поэтому он называется дневной, и мы наносим его только утром. Вопрос следующий. Мы же говорим не только про кожу лица, можно и шеи, да, так сказать? Ну, конечно, конечно, лицо и шеи, да. Тогда вопрос такой. Предположим, женщина берёт крем и гель для только, ну, допустим, зоны лица, и, ну, давайте, ладно, возьмём и вот зона открытая, та, которая видна шеей и плечей. В этом случае сколько ей нужно геля и крема, тюбиков на месяц? Какой расчёт примерно идёт хотя бы? Примерно получается 1 мл на одно применение. Если в геле 50 мл, то, соответственно, это на 50 приёмов. Это получается, грубо, полтора месяца. Ну, в зависимости от зоны, понятно, у кого-то на месяц, у кого-то, скажем, пусть на полтора, даже у кого-то, может быть, на два. Ну, а крема, соответственно, хватит на дольше. Ну, условно говоря, одной баночки там на два месяца хватит. Да, да. Хорошо, хорошо. Так, что ещё здесь можно сказать? Вот как вы рекомендуете сочетать с другими препаратами, вот о которых мы уже видео с вами делали? Вот я, например, считаю, ну и тем более мы коснулись темы здорового кишечника, что гель-сорбент для кишечника очень желательно вообще применять и при данных процедурах в том числе. Да, я делала акцент именно на то, что, как многие сорбенты, да, он чистит печень, он восстанавливает микрофлору кишечника, но в отличие от всех сорбентов, которые есть, я ещё раз хочу сделать акцент, что именно низкомолекулярный гликозаминовый полимер, вот он даёт рост коллагену и ластину. А коллаген и ластину содержатся не только в дерме, я говорила, что это наши суставы, это наши стенки сосудов, поэтому он восстанавливает полностью коллаген и ластин всего организма. Вот я считаю, что, конечно, от этого кожа тоже зависит, да. Вот, то есть, можно сказать, что ни одна функция есть у геля-сорбента не только выводить там какие-то токсичные вещества из организма, это и питание, и синтез активной симбиотической полезной нашей кишечной микрофлоры. Их качественная хорошая жизнь, а значит их функции, это плюс и то, что будут лучше и здоровее при этом и суставы, и кожа в любом случае. То есть, мы говорим о том, что фактически это три в одном, вот этот гель-сорбена для кишечника, это три в одном. Да, всё правильно. Ну и также хочу напомнить, что в линейке данной лаборатории есть ещё гель для суставов. И мы говорим о том, что это единственное в мире средство, которое действительно, и это доказано до, скажем, второй стадии артрита, да, там, восстанавливает хрящевую ткань и межсуставную жидкость в комбинации с другими мерами и методами и при более серьёзных проблемах. Вот, и это уже, кстати, на практике многие люди мне пишут об этом, я вообще отдельное, наверное, видео тоже как-нибудь сделаю по отзывам людей, но это действительно вещь уникальная. Ну и, конечно, надо сказать про спрей для носоглотки и носа, о котором тоже выходило видео отдельное. И я настоятельно рекомендую тем, кто ещё не видел, посмотреть, вы просто будете поражены. То есть, это реальная возможность не только снять отёки заложенности носа носоглотки, но и, так сказать, убрать зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А это приводит и к не только высушиванию слизистой, но и к образованию полипов и к другим проблемам. То есть, вот этот препарат также уникален, и я рекомендую его тоже применять. Значит, напомню, что все эти препараты, в том числе вот этот и крем, и гель для лица, вы можете приобрести на нашем сайте надгард.ру. Отправляем мы заказы любые, любые товары, продукты наши и так далее. В любые города России, страны, понятно, СНГ, ну и, конечно, любые страны мира, то есть Европы, Азии и Америки. Если в вашей стране есть почта России, просто узнаёте, есть она, ну, как правило, она есть везде, всё, пожалуйста. Просто есть страны, где почту России сейчас заблокировали пока. Будем считать временно Австралия, Дания, а скажем, США, Германия, Корея, Англия, Франция, Испания. Пожалуйста, никаких проблем отправляем. Хочу добавить немножко по спрею. Его можно применять не только как лечебное средство, но и как профилактическое. Я хочу сделать акцент, что этот спрей его применяют в период сезонных вирусных нагрузок. Поэтому вы можете его применять для профилактики, чтобы просто не заболеть, или заболевание прошло бы легче. Поэтому идут ваши детишки в школу, в садик. Вы обязательно перед тем, как они выходят, вы сделайте им несколько спрыскиваний в носовую полость и в ротовую полость. И также можно профилактически после садика, после школы, возьмите с собой это тоже на работу утром, днем и вечером. Обязательно вы его применяете, потому что нам сейчас болеть никому нельзя. Да, и еще хочу тоже акцентировать знание, вот хорошо знаю, хорошо людей, что вот допустим, это не значит, что только перед школой. Если ребенок сможет и захочет, будет это действительно делать, это можно, грубо говоря, на каждой перемене делать, что еще даст большую защиту. И также и вы в рабочее время, имея с собой этот спрей, также можете несколько раз брызгать, тем более, если вы уже знаете, что кто-то болен, тем более, если пошла какая-то эпидемия, неважно, сезонная гриппа или еще чего-то более серьезного, потому что это противовирусная в том числе защита. Это защита местного иммунитета носоглотки мощнейшей. Да, абсолютно правильно, да. И хотела еще вам сказать, что мы смотрим все ваши видео, которые выходят на ютубе и, конечно, обращаем внимание на те видео, которые связаны именно с нашими продуктами. Смотрим именно отзывы. И у меня, наверное, просьба к вам. Пишите, пожалуйста, отзывы, пишите их больше, потому что удивительно, что мы знаем, что этот гель, а вот я сейчас про гель и сустав, что заказывают его неоднократно. И, соответственно, есть результат. Но почему вы не хотите поделиться этим результатом с другими людьми, помочь им в этом? Потому что вот мне было очень приятно, я видела один отзыв, мужчина писал, у него коксартроз второй степени. И он писал о результатах именно от применения этого геля, потому что девушка какая-то тоже спрашивала, кому помогает. Вы пишите, пожалуйста, потому что если даже у вас какие-то отрицательные отзывы, хотя с отрицательными отзывами у нас народ достаточно шустро может написать, возмущаясь чем-то, вы все равно их тоже напишите. Потому что часто бывает связано это с тем, что вы неправильно применяете. То есть мы всегда на связи с Юрием Андреевичем, он пересылает нам эти вопросы, мы на них быстро отвечаем. Поэтому если у вас, как вы говорите, что не получилось результата, вы напишите, что у вас, какое у вас заболевание, как вы применяли. И мы обязательно отвечаем и корректируем это, потому что нам хотелось бы, чтобы вы делились своими результатами. Помогайте друг другу. А я поясню, людям лень. Люди так устроены, большинство, почти все. Вы знаете, некоторые иногда, вот меня это прям бесит даже, честно говоря. Некоторые пишут под видео такие отзывы, например, не то что отзывы, а ну что же, видео вышло сколько-то лет назад, ну неважно, под какое-то там. А, никто еще не написал, что это помогло, значит все это ерунда. Какие люди, вот я буду сдерживаться сейчас очень, чтобы меня не обижать, не оскорблять, хотя это заслужено вполне. Неужели не понятно, что люди никогда практически на 99,99 тысячных там никогда не возвращаются к старым видео, если только, чтобы их чисто не посмотреть для себя, что-то там найти, то, что они забыли и хотят что-то восстановить в памяти. Там, да, рецепт какой-то и так далее. А тем более, они не будут уже, тем более вторично, смотреть отзывы. Поэтому, да, пока свежо, пока вы только посмотрели, зрители постоянные, и вы уже знаете, вы применяете, у вас есть результат положительный или любой. Ну вот тогда напишите. Ну не поленитесь, это правда, это правомерно, это вот действительно мы призываем к этому, потому что лень. А то, что потом возвращаться к этому видео, ну это абсурд, такого не бывает. Поэтому вот те, кто пишут, как будто сейчас там 5 лет прошло, человек должен прийти и написать своих, да не будут. Вот, и действительно, вот, разве что про лень. Вот туда надо было акцентировать, вот это я тоже со своей стороны прошу не полениться, а написать. Потом, многие пишут, например, не под ролик, они пишут, например, на почту электронную, на почту там сайтов разных у меня. Под другими видео просто могут, потому что вот видео вышло, например, сегодня, а то видео там несколько месяцев назад, а они сегодня напишут туда, под другое, то есть видео, не под то. Потом, многие люди пишут, например, вот отзывы куда-нибудь, ну скажем, вот в раздел отзыва на наш сайт nadgar.ru, по продуктам который. И куда только не пишут. Поэтому мы, вот иногда я собираю, когда, ну что-то вот акценты, и иногда зачитываю некоторые интересные письма в ответах на вопросы. Тут, что еще я хочу важно сказать для зрителей. Дорогие товарищи, я каждый день вот сейчас на практике также сталкиваюсь с, ну, изумительными отзывами по микросферам. Не всем они помогают, но многим. И иногда это просто поразительное явление. Особенно, кстати, что касается и суставов, и так далее. А в этой связи я хочу дать рекомендацию, если есть возможность и есть у вас мера глубина понимания, применяйте вот гель-сорбент, а потом накладывайте вот эти изделия с микросферами. Потому что идет вот этот инфракрасный прогрев отражением, да, так сказать, тепла собственного внутрь ткани от микросфер. Это целая тема, у меня 10 видео на эту тему было. Просто поразительные результаты будут, вот если у вас хоть какие-то есть результаты положить, они будут гораздо сильнее. Просто гораздо сильнее. Если просто даже применяя микросферы у людей, вот даже у матери моей жены, да, у тещи, вот проблема с суставами. Вот она, ноги иногда, да и ноги болят. Вот она кладет подушку вот эту на ноги, у нее проходит через там 10 минут. Все. То есть, другие никакие мероприятия не дают вот такой результат. А у многих людей, даже без гелий вот этих, восстанавливались суставы, ну, которые еще там могли теоретически восстановиться, но практически это никогда не бывает. А здесь, когда мы два метода используем, действующих, сильных, которые не исключают друг друга, а только дополнят, ну, это, понимаете, вот это и есть системный подход. Нет, ну, конечно, плюс питание скорректировать, есть травы, которые тоже способствуют восстановлению той же хрящевой ткани, например, так сказать, вот пырей трава там и мокрица. То есть, и у меня видео об этом тоже есть. Поймите, системный подход комплексный, когда мы учитываем все факторы, которые в любом случае, но точно действуют так или иначе, это всегда эффективнее. Ну, вот, собственно, такое добавление хотел я сделать. Юлия Ильич, ну, наверное, все. Строение кожи мы теперь знаем. Мы знаем отличия от кремов, от гелей. Я надеюсь, что эта информация будет полезной для ваших зрителей. И наши косметические средства также понравятся, как и сорбент, и гель-бальзам для суставов. Поэтому спасибо большое за внимание, спасибо большое, что вы организовали данный эфир. И, думаю, до новых встреч. Да, Мария Ильич, благодарю за то, что вот вы это тоже рассказали и презентовали. Наконец-то вот этот долгожданный продукт. Его, да, долго не было, а должен он был быть раньше, потому что из Швейцарии, ну, вначале, когда все это началось, естественно, поставить эти компоненты необходимые было невозможно. Сейчас появилась возможность, и, соответственно, появился этот уникальный продукт. Ну, вернее, два продукта. Итак, дорогие друзья, прямо под этим видео будут ссылки. Первое, на гель глубокого проникновения. Второе, на крем для кожи. Ну, третье, это будет спрей для носа носоглотки, то, что сейчас жизненно необходимо всем, ну, защита. Четвертое, это, соответственно, гель-сорбент для кишечника, ну, и не только, как вы уже поняли. Ну, и пятое, это, соответственно, гель для суставов. Вот, собственно, ну, и не только тоже для суставов. Мы говорили в видео, да, это и, так сказать, при проблемах с сосудами там некоторыми, других проблемах. В общем, видео эти пять, ну, одно вы сейчас смотрите, а еще четыре будут обязательно также даны под этим видео по ссылочкам. Чтобы вам было легко зайти, а вы сейчас увидите, как это делается. Потому что не все люди, оказывается, умеют это делать. То есть, как это делается в Ютубе. Как нажать слово «Еще», чтобы открыли ссылки, и вы ссылочки эти увидели, могли мышкой туда нажать и попасть на это видео или этот продукт, товар. Перейти на сайт, и вы увидите, как это делается чуть правее на экране, если у кого-то любимый смартфон какой-то. Потому что там это делается, оказывается, по-другому. Нажимается там галочка в углу, и открываются эти ссылочки. Тоже, оказывается, не все люди это знают. Ну, на этом, пожалуй, на сегодня все. Я желаю всем честным, порядочным, хорошим людям, крепкого здоровья и здравомыслия. Ну, увидимся в следующий раз. До свидания. До свидания. Спасибо большое.